добрый день друзья воскресенье 27 сентября 2020 года давайте немного поговорим потом я буду показывать графики и мы поговорим вот о чем ну сегодня будет несколько таких обзоров первое 5 часов 20 минут это время 5 часов 20 минут утра это время города чикаго соответственно 13 20 до 13 25 это время московская у нас сегодня намечена программа в центре сангейтс это коллективная молитва медитация и мы встретимся там желающими молиться и узнать о том для чего вообще-то говоря мы все это делаем я хочу поговорить вот о чем у меня в гостях находится мой друг десла с которым мы знакомы очень и очень много лет страшно сколько представить себе лет и вот мы общаемся на разные темы собственно говоря переговариваемся иногда по телефону но так сказать лицом к лицу редко и вот он стал смотреть чего ранее никогда не было стал смотреть наши программы мои программы по сангейтс которые я веду которую веду с другими преподавателями и на удивление говорит мне нравится но на мое удивление и на его кстати потому что никогда как бы не интересовался этими вещами чисто 30 лет работаю в соединенных штатах 30 лет работают в разных компаниях это довольно много как сами понимаете и как бы все предметно конкретно меркантильно работать дом но и так сказать общечеловеческие ценности которые у всех у нас есть и не более того ну как мы привыкли да дети дом семья внуки знаю у кого как но работа и вот когда речь заходит о работе и новых скажем тенденциях и новых каких-то веяниях то тут восстает против привычных образов привычных шаблонов привычных блоков восстает просто целое естество я могу это предположить как я делал много раз сравнения когда я еду в чужую страну где есть свои какие-то законы особенно если эта страна находится на другой половине земного шара вообще-то говоря как принято считать одна сторона западный образ жизни вторая сторона восточный образ жизни который практически стал западным и но тем не менее это другие уклады другое абсолютно другое все другой подход ко всему чел к телу философии психологии и начинаю типа возмущаться и мне непонятно и мне понятно только какая-то маленькая часть в которой я начинаю там с ними выяснять эти вопросы но они первое время отвечают а второе время смотрят на тебя как на больного ну и думает а чё с него взять ну там другая несколько философия они не агрессивные скажем так как мы западные люди резко агрессивные понимаете я просто читаю но не читают читает администрация ну бывает я читаю иногда комментарии вот во вчерашней программе на мой взгляд очень серьезная программа и нашему западному человеку она непонятная во многом почему потому что речь идет с точки зрения восточной концепции подход к сновидениям а сновидение это мир другой который нам непонятно и вот там был вопрос который я сказал я даже не думал что будет такой какой-то эффект первый был это серебряная нить которая нас соединяет это нет серебряная нить вообще-то говоря я имел ввиду в самом случае которая это сновидение не сновидение а не то что принято считать соединяющим нас жизнью жизнь все равно она есть физическое тело уходит это не имеется ввиду это и человек пишет мол шоу какую-то ерунду тут написали серебряная нить запуталась и начинает мне объяснять с точки зрения энергии западного мира я имел ввиду вообще совсем другое он мне начинает объяснять и но не мне там администратору но я потом уже это вижу он он же ко мне апеллирует поскольку я это сказал администратор пишет вы наверное большой специалист серебряной нити он их отвечает первое у вас злые комментарии то есть если я зачитаю это комментарий который ответил совершенно нейтральный они абсолютно не злые просто действительно человек наверное знает и вы пишут об этом и поздравляет его с этим нет он воспринимает эту информацию какое-то как личное оскорбление начинает говорить еще далее а второй комментарий на эту же тему по поводу сновидения ни одного нету вопроса вообще а именно это же главное было куда мы попадаем в этом мире куда мы попадаем на основании чего почему одним снятся одни с не другим людям снятся другие сны это не очень и очень не изученная вещь то есть можете представить целый трактат огромный трактат посвящен сновидением там в в том мире восточном так вот мы приезжаем туда примеру да и начинаем им объяснять мы им начинаем объяснять они это знают уже тысячи десятки сотни тысяч ну трактат из написано мы никогда не читали эти трактаты но зато мы все знаем и мы начинаем им объяснять если они говорят нет мы по-другому это воспринимая они мы западные люди мы начинаем входить какое-то состояние очень такого возбуждения что ли и говорим ребята вы с ума все посходили то есть мы туда приезжаем со своим устам как это говорится всего лишь я это говорю может быть долго да сейчас можно уже поставить начинать ставить там из лайки но мне просто это интересно и любопытно за этим наблюдать со стороны как это происходит а вот точно так же когда я с моим другом начинаю беседовать и говорит то что якобы вижу и понимаю у него все восстает он начинает яростно спорить но она не соответствует восприятию той матрицы в котором мы каждый из нас находимся я ему говорю дорогой мой а ты помнишь был такой когда-то жил человек его звали сократ он говорил я знаю что ничего ну конечно помню я говорю а ты знаешь почему он это говорил я знаю что я ничего не знаю уже не иванушка дурачок который лежит на печи горка я ничего не знаю это же известный ученый философ почему ну потому что я допускаю что я могу не знать чего-то и есть такое понятие смирение когда человек этому учиться надо это целая наука смирение я это наша часть если мы этого не знаем тогда у нас вообще никакой возможности узнать мы просто отвергаем то о чем мы никогда не слыхали никогда не были никогда не попытались войти в ум или в разум того человека с кем мы беседуем мы это разговор слепого с глухим понимаете тот не слышит а этот не видит ну типа такого да это просто удивительно я еще раз повторяю есть вещи о которых было бы неплохо неплохо просто я ему говорю так а ты просто слушай тут не забираю себя он говорит слова непонятное выражение понятное забираю себя это как понять представить ему непонятное выражение забираю себя почему у человека надо что-то забрать с точки зрения этого делать нельзя я имею ввиду забираю себя желание спорить и считать что ты все знаешь он говорит а ты что все значит я говорю нет просто есть другая информация кто-то искал что боже упасе я ничего не знаю но есть информация другая почему к тебе для начала не послушать это все ты послушай это все подумай а потом посмотри причем не надо отвечать сразу пускай она уляжется так сказать информации и все будет нормально возможно нет ну значит и не готов зачем ломать копия и и так это яростный и портить нервы себе потому что странные штуки речь шла о крипто речь шла о том куда мы идем и какое имеет отношение финансово-экономический обзор об этом многие могут спросить присутствующие два человека вот удивительно просто тоже да никому не интересно это это наверное только мне интересно да но тем не менее на это есть причины это идет не на главном канале потому что специфика я здесь на главном канале ну во первых все любят чтобы и конкретные предметы скале и макия демагогию давай ну-ка выдай там куда пойдет золото куда там евро с этим долларом куда нам крипто какую валюту удавить конкретно что-то там разводишь эти антимонии там всякие и так далее философию кому-то сто лет надо метека наверное никому никому не надо но поэтому давайте от философии перейдем с этим делом вот давайте я уберу себя с экрана тем более что зачем смотреть ну и покажу экранчик правильно на котором сейчас я должен выбрать у меня их несколько экранов какой из них экран вот этот наверное да ну что поскольку это большей части скажем так для трейдеров ну не только для трейдеров но в том числе давайте мы посмотрим что неделя грядущая нам готовит 28 это завтра да да значит завтра ну нифига нету то исключение вот этого серьезного момента европейский central bank президент лагардес пикс ну о чем-то будет рассказывать нам президент центральноевропейского банка лагардес это все начнется 16 часов 45 минут 8 45 это по среднеамериканскому времени 8 30 открывается официально открывается нью-йоркская биржа официально открывается здесь три головы то есть влияние на евро это будет оказывать и мы после этого посмотрим почему тут евро давайте мы вначале посмотрим наши традиционные скажем ценности в кавычках но имеется ввиду нашу традиционную валюту а потом перейдем наверное к цифровой валюте криптовалюте да вот феликс не успел дорогие друзья здравствуйте во первых еще раз феликс да ну вы пишите вопросы поскольку потом тенденция любой программы заканчиваться она как бы всегда будет поэтому вы пишите пока есть такая возможность я буду так сказать отвечать в процессе вот разговора если будет в тему посмотрите это же не горит она же в просмотре смысле формате публичном поэтому паблик поэтому сможете это посмотреть когда захотите о снах понедельник да то есть это иметь будет значение мы сейчас конкретнее перейдем а вот на этой неделе что будет так морозы свик понедельник мы посмотрели вторник ну есть вот три головы да но ничего такого особенного за исключением вот американские там новости которая будет уходить 17 часов по москве я сразу перевожу время американское в московское британский фунт у нас в среду в 9 часов утра по москве опять президент центрального банка лагардия в уже на сей раз в 10 30 это в среда в 10 30 по москве будет говорить 2 30 ночи я хочу отметить тот факт если вы не знаете в час ночи моего времени у вас в 9 утра получается по москве открывается нью-йоркской великобритании биржа английская биржа под названием форекс биржа на которой происходит обмен валютные это валютные биржи которых несколько в мире бирж но это для тех кто у нас является подписчиками поскольку они трейдают конкретно им даются какие-то рекомендации в разных группах у нас есть две группы разные вот эти группы эти группы они подписные я не закрытые вот у нас во второй части вот это раздел общее потом я сделаю маленький обзор я коснусь чуть-чуть конечно здесь тоже в общем обзоре но конкретные предметы мы будем говорить в группах что мы будем трейдить что будем покупать что будем продавать это возможные варианты вот этот репорт будет очень важный нам фарм это означает рабочие места изменения в количестве рабочих мест вот было четыреста двадцать восемь тысяч а вот здесь шестьсот пять это форокест форокест прогноз изменения и вот здесь gross domestic product это то что выпущено внутри страны gross domestic product называется внутри страны примерно в это же время в 7 30 и посмотрите здесь будет еще то же самое для канадского для канады потом чуть позже будет запасы сырой нефти вот в четверг тоже какие-то новости будут ну короче говоря в среду будет и пятница особенно особенно пятница 2 октября вот здесь будет вот здесь будет нанфарм пэйрол это очень серьезные серьезные новости соединенных штатов которая будет в 15 30 по москве в 7 30 утра по чикаго то есть 1 миллион 371 тысячи ожидается 850 тысяч то есть падение почти на 600 на 500 тысяч падения здесь более чем на 500 тысяч рабочих мест за сентябрь месяц то есть продолжает продолжает падать ну количество создать количество рабочих мест на предприятиях люди теряют иными словами работу люди теряют работу и непонятно тогда кем и где они будут работать и где они будут зарабатывать деньги в таком случае те кто привыкли работать вот так сказать ну в качестве работника на здесь очень много теперь возможности для тех людей которые хотят выйти из под влияние вот этой системы что система на заставляет идти на работу работать производить продукт ну поголовно всем и отдельное маленькое звено так называемых дурака валяющих в кавычках естественно людей которые что-то вот почему-то они хотят вырваться из под влиянием системы но своими мозгами что-то сотворить такое что может быть по другому но не знаю вот странная категория людей непонятная многим но она увеличивается то есть люди более не хотят скажем дружно идти копать шеренгу там в шеренге идти или борозду которую кто-то им подготовил и сказал давайте мы вот победе вот это вот выкопаем и это все победе коммунизма придем лозунг неважно социализма ну вот это то что касательно календаря нет нет это будет у нас конкретно предметно смотрите это мои старые какие-то вещи что я показываю евро доллара я показываю соотношение валют повторюсь еще раз доллар это не просто зеленая бумажка доллар это вообще кому это надо ему в дровинг вот так доллар это индекс индекс вот чего народ конечно большинство людей понятия не имеет что такое индекс индекс это ну какая-то корзина корзина в которой сложены элементы вот этого индекса ну к примеру вот здесь находится к примеру вот здесь находится мое портфолио да или точнее вот шлист вот те скажем отдельные какие-то элементы как за которым я наблюдаю форекс отдельные индексы и так далее ну и к примеру есть такой вот индекс несдок несдок так его назвали ну это технологические компании я уже это показывал давайте чтобы наглядно это было вот у нас несдок это индекс технологических компаний начиная с 2000 года но на самом деле это значительно ранее но не 2000 год это так скажем октябрь 99 года но я есть два момента вот я начал наблюдать двухтысячном году 5000 ну примерно здесь значит он был 5000 это я прямо я уже рассказывал я это видел по телевизору когда показывали все хлопали в ладоши и с тех пор она упала очень и очень серьезные цифры вот вот да это цифра на упала вообще-то говоря это индекс еще раз это фьючерсы я показываю если мы посмотрим где-то в районе суда то мы увидим несколько другую картину и очень интересную точку с правой стороны вот здесь находится стоимость стоимость этого индекса индекс вмещает себе есть индекс композит а это фьючерс индекса 100 то есть 100 самых крупных корпораций технологических и вот в этом месте вот в этом месте вот в этом месте в 2016 году все четыре года тому назад 2016 год вдруг он стал резко расти и он дошел до 12 тысяч с половиной с пяти первый момент второй момент вот это грандиозное падение когда появился коронавирус когда об этом все узнали февраль-март видите это недельные здесь график и когда все резко упало ну здесь она не резко как бы такое ну если мы посмотрим здесь было 9700 почти десять тысяч и мы не могли не дойти до десяти тысяч просто не могли поскольку это психологические цифра такая так вот почти с 10 тысяч мы откатились на 6500 то есть 35 процентов всего велью всего объема потеряли за буквально за считанные недели потом пошло восстановление резкое так вот если мы сравним с индексом дау джонс вот было падение вот было падение здесь и вы представляете мы не дошли даже до этой точки удивительно мы не дошли здесь мы падение резко пошли вверх чуть ли не ну вообще не невероятно насколько мы поднялись а индекс дау джонс это фьючерсы мы даже не дошли до этого откуда началось падение смотрите сюда с правой стороны с правой стороны мы увидим ну как вы знаете наверное индекс дау джонс это очень индекс который смотрят очень многие люди и поскольку у нас сегодня финансово-экономические обзоры не только для трейдинга то я хочу обратить ваше внимание на цифру которая стоит с правой стороны вот уж я хотел показать падение дошло до цифры 666 с 1400 точнее 14 тысяч 200 300 мы дошли до 6000 то есть более 50 процентов было потеряно падение началось в 2007 в конце 2007 но 2008 год всем известен да вот и вот в 2009 году в марте начался подъем это друзья цикл который нам всем надо соблюдать мы все находимся в циклах самый простой вариант это цикла нашей жизни и мы должны об этом знать мы должны это понимать вот про три шестерки мы поговорим были вопросы это будет отдельно я уже не один раз собственно говорила об этом но новые люди приходят постоянно поэтому мы об этом говорить будем смотрите падение почти с 30 тысяч 29 500 29 600 до 1800 ну для трейдеров могу сказать интересную вещь о том что для трейдеров те кто ну как бы понимают вот этот момент с которого было до этого падения этот момент здесь была высшая точка здесь и мы к ней дошли и отскочили резко вверх то есть в принципе это все просчитывается задача любого желательно человека с мозгами я бы так сказал вот ну как типа страшилы до волшебники изумрудного города человек с мозгами был использовал две оси вот эту ось и вот эту ось а люди все время опираются майкл скажите отсюда она пойдет выше или отсюда она пойдет ниже или куда она пойдет и никто не ждет вопросы а когда это будет оказывается из такое понятие время но поскольку мы живем в трехмерном пространстве а четвертое измерение время не учитывается но в трехмерное пространство а время никто не учитывает почему-то то понятно это наш образ мышления законсервированные закапсулированные я называю это стагнация да наверно по русски есть такое слово вот которые традиционные знаете подходы и видения чего вы там философию опять же а с философии вышло все но об этом же люди позабыли вы давайте конкретно давайте наши циклы чего там миллионы эти лет рассказываете про миллионы лет да какая разница удивительно я простите отвлекусь и поскольку с моей точки зрения это важный момент то я хочу вот что сказать значит есть такое понятие карма первое есть такое понятие карма рода и вот бывает что в роду по какой-то из линий проходит люди постоянно болеют и постоянно что-то с ними происходит но мы часто видим люди там кончаются самоубийством там по какой-то линии там и так далее постоянно что-то происходит понимать вопрос почему и вот я беседую со своим другом и ему рассказываю это выходит друзья за пределы вообще-то говоря нашего финансово-экономического взора но это имеет очень серьезное отношение почему потому что если ты такой умный из поговорка то чет такой бедный в таком случае я ему объясняю вот ну в частности ко мне операция мне легче говорить я правда не елена которая рассказывает всю свою жизнь так сказать перипетии я просто рассказываю в каком плане конкретные вещи это я рассказываю я пытаюсь объяснить то есть вообще зачем тебе это надо он не спрашивает ну зачем тебе вот этот вот центр там потому что ну он бы как бы знать всю систему моей жизни допустим как я там к этому ушел так далее а вот и чего это стоило будем так говорить когда я лишил сам себя всех абсолютно источников дохода вообще всех вот для того чтобы построить это же за кадром остается это же никто не знает этот ведущий читаешь эти комментарии и он надоел зануда вот софия бланк она софия бланк молодец то спорить благодаря зануде она и появилась на канале вообще-то говоря поэтому майкл не обращайте внимания со следующей стороны пойдет и я и не обращаю просто рассказываю как это есть и вот он мне рассказывать чем тебе это надо если ты умеешь все это делать я ему объясняю есть удивительная вещь парадокс парадоксальная ситуация которую можно сказать сапожник без сапог в каком плане в плане том что и привожу пример элементарным простой почему парапсихологи которые всех исцеляют почему они умирают расскажите не надо отвечать на вопрос это и так понятно скажи мне это понятно поэтому есть удивительная вещь когда мы можем давать советы а сами как не можем следовать этим советам почему если мы следуем мы находимся под влиянием планеты примеру сатурн а если мы даем советы мы находимся в роли юпитера понимаешь юпитера это я объясняю он говорит не понимаю но слишком это непонятно вот я привожу пример всем известный джона давиташвили да всем известная почему она не спасла своего сына которую она боготворила почему не дано было ей спасти это ее понимаете вот она могла всех исцелять все видеть предвидеть далее но все они все неважно но тем не менее она этим занималась и таких примеров тысячи ури гейлера когда поехал он же все видит он все знает да он же основали big band стрелки часов там ложки ну так далее и когда он поехал в казино ну один предложил ты еще видишь поехали в казино ты будешь выиграть они поехали и когда они ехали на машине он услышал голос остановись он не остановился он думал ему показалось второй раз остановись он не остановился на третий раз он на ровном месте они свалились в кювет какая-то была коллизия свалился в кювет но не пострадал ну то есть просто съехали там туда и он понял надо возвращаться те кто читал повесть стругацких или смотрел я очень хорошо помню командировки в ленинграде когда-то очень давно я смотрел там был такой фильм и забыл кинематограф назывался по-моему очень давно вот и там была ретроспектива фильмов тарковского ну попасть туда невозможно было но как-то у меня удостоверение были раз я попал я посмотрел замечательный фильм его там в этой поясе и фильме когда его повели в эту зону stalker да повел его к доноске выиграла вот и он он решил пойти туда вот прямо в комнату исполнения желаний и он услышал ветер шелест ветра в начале легкий он сделал шаг по направлению он не обратил внимание ну полностью пустына полностью безлюдно полностью ничего нету что-то типа шелест ветра такой он начал дальше ветер стал усиливаться и когда а он продолжал движение туда ну комната исполнения желаний мы все хотим исполнения желаний не всегда нам это положено не всегда нам это дано бывают моменты и когда он продолжил путь ему сказали не шагу больше и он остановился так нам чего надо дойти до последнего когда уже дальше уже в точке невозврата чем мы продолжаем делать это очень штука опасная я надеюсь это как-то более-менее понятно аналогия да давайте продолжим давайте продолжим так что тут у меня давайте остановим если мы посмотрим на вернемся вот сюда это евро доллар и вернемся вот сюда это общая картина евро доллар ну скажем далеко не будем лезть но с 2008 года помните 2000 тот самый 2008 год падение взлет падение все с каждой точкой мы делаем ниже ниже мои студенты трейдеры они уже знают что это такое вот здесь стали на 1.20 вот представляете 1.60 мы были то есть 1 евро была стоимость 1.6 по отношению к доллару значительно выше 1.20 и тут начались падения но все равно вот эта точка все равно шла все ниже ниже и ниже наконец мы дошли до 1.4 почти сравнялись по стоимости почти сравнялись примерно в это время был брекзит там тоже было примерно хотя фунт всегда был значительно выше чем евро по отношению к доллару вот и вот в этом месте мы стали идти вверх вот в этом месте еще ниже до 1.03 и вот с этого места 2017 год стал подъем смотрите 1.03 2017 год 2019 год 2 года 1.03 1.25 с половиной то есть 2500 пипс что такие 2500 пипс 2500 пипс это сколько 25000 25000 базируется на одном стандартном лоте чуть больше на одном стандартном лоте то есть мы у американских брокеров чтобы инвестировать в эту пару валютную надо положить 2300 долларов значит и мы имеем возврат в 10 больше чем 10 раз больше за два года на одном стандартном лоте если мы инвестируем скажем 5000 мы зарабатываем 50 тысяч долларов за два года пассивных эта точка просчитывает сейчас я не буду просчитывать но она просчитывается более того наступает цикл движение вниз то есть шкала шкала временная вот это совпадает шкалой вертикальной где есть цена вопрос на засыпку или риторический вопрос а зачем нам простите и это я задаю моему другу вопрос а зачем нам идти в колледж вообще-то говоря колледжи нас чему учат знанию жизни или профессии профессия нам нужна для чего чтобы идти на работу и что делать зарабатывать деньги значит для чего мы идем в колледж для чего мы учимся для того чтобы деньги зарабатывать или что чтобы стать гармоничной личностью во всех отношениях ну получается деньги зарабатывать а как по другому ну как по другому вот я почти 30 лет живу на этой территории я это просто наблюдаю постоянно вижу беседуюсь с людьми и сто процентов я никогда не ошибусь то есть это совсем другие колледжи значит найдите в духовную семинарию к примеру и становитесь совсем другой личностью не та которая деньги зарабатывает там деньги не зарабатывают в духовных семинариях правильно значит два варианта есть у вас но почему-то по статистике 99,9% в прогрессии процентов людей идут почему-то в колледж деньги зарабатывать да причем для того чтобы скажем учиться надо потратить понятные деньги для того чтобы их обратно получить ну логично казалось бы да обмен энергиями отдаем получаем нет вопросов что хотим получать вот то и получаем что хотим ну то что мы отдаем то мы и получаем иными словами так вот если тогда теоретически я как бы для себя делаю просто логический вывод зачем мне то идти в колледж давайте я освою вот эту профессию и буду получать эти деньги правильно так что такое 5000 долларов инвестировать и получить обратно 50 в 10 раз больше представляете ну ну эти точки то просчитываются я же каждый день это практически доказываю и показываю я могу их показать заранее вот прямо сегодня вот сейчас я буду делать обзоры для групп которые ну платные группы да понятно значит они имеют на это право я буду делать обзоры я вам буду говорить мои предположения куда пойдет это не значит что туда пойдет но во всяком случае потенциал первое есть второе шансы очень высоки поскольку иначе бы я как бы не давал сигналы я все-таки это изучаю и вот оно пошло вниз 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 и летело оно вниз до этого момента 1 06 2020 год посмотрите время март 2020 года евро по отношению к доллару пошло вверх доллар полетел вниз возвращаемся сюда смотрим время примерно примерно март 2020 года пошло падение вниз еще раз смотрим сюда пошел подъем вверх сентябрь 2020 года те люди которые участвуют в этом процессе трейдинга или просто обзора они помнят что задолго до того как это произошло я говорил цикл до 1 сентября цикл нашей жизни когда происходят какие-то изменения ценовой политики и не только в трейдинге вы заблуждаетесь друзья если считаете что я это рассказываю только для тех людей которые занимаются трейдингом и что это для удел для очень и очень немногих это удел абсолютно для всех желающих но просто надо мозги свои повернуть в другое никто не говорит о том что надо бросать то чем вы занимаетесь но это нормальное и желание и не спекуляция что самое интересное а очень тяжелый анализ сродни шахматной комбинации как шахматист ну в прошлом играющий я разбираюсь в этих вещах единственное что я могу сказать на этот момент о том что ну не буду показывать о том что вот этого точка вот эта точка ну короче вот эта точка пробитая здесь говорит о том что мы сюда придем рано или поздно эта точка находится на уровне 1.14 ну 1.15 а сейчас мы находимся 1.16 2.10 вот сегодня то есть здесь лежит 120 пипс 125 это 1200 долларов ну это не значит что мы прямо вот сюда вот сейчас полетим вниз и сейчас сразу все резко получат 1000 долларов или 50% вашего инвестмента если вы купите один стандартный лот не обязательно покупать один стандартный кто этого не знает можно купить вложить туда там 300 долларов то есть четверть этого лота но все равно 50% вы получите так или иначе рано или поздно вопрос когда мы их получим потому что следующий внутри вот этого большого цикла есть другие циклы правильно помельче циклы есть ну собственно для этого существуют группы если люди не хотят учиться чтобы сами это видеть и понимать с моей помощью в данном случае то они могут получать эти бенефиты пользуясь тем что они ну как бы получают сервис за который естественно если мы хотим получать естественно надо платить не потому что это хочет Майкл зарабатывать я уже очень неплохо как бы все это имел зарабатывал но я себя лишился ради других вещей поэтому у меня вот этот вот процесс тупого зарабатывания и то что я был тап-продюсером многоуровневого маркетинга очень серьезным тап-продюсером ну я это уже забыл и наоборот я уже от этого ушел просто я вижу циклы я знаю движение вот по этой цене куда она придет вопрос я могу так сказать ну один цикл какой-то пропустить но рано или поздно то что мы придем у меня в этом сомнения нету это видеть те трейдеры которые участвуют в этом процессе то есть я хотел показать сейчас давайте мы на этом остановимся вот это у нас движение золота по отношению к доллару вот в этом месте в этом месте видите в этом месте я показал вот это развитие просто такая называется паттерн или шаблон по которому можно легко определить очень легко определить куда пойдет золото и вот здесь я показал пробитие вверх мы идем вверх а мы здесь были посмотрите 2075 2075 и я об этом говорил очень и очень давно о том что мы придем к двум тысячам ну какие-то были циклы на пути вот я там показывал ну то есть у меня как бы уже много лет есть каждые дневные анализы и каждодневные значит вот такие обзоры где я говорю до того как это происходит вот как сегодня я буду говорить в следующей программе закрытой что мы будем ожидать потому что легко анализировать после того вот это в основном делают все гуру которые это показывают и они объясняют ну объяснять когда это уже произошло довольно легко а вот ты попробуй объясни когда вот мы остановились сегодня и что будет завтра попробуй вот это объяснить ну и тогда говорят ну вот оно пойдет туда или пойдет туда вот ну и так далее без обоснований и вот видите вот в этом месте вот в этом месте 21 сентября мы пробили по золоту пробили вниз пробили вниз и вот эту точку мы пробили что я и говорил теперь разумно и вот мы находимся здесь на основании пробития вот этой точки вот этой зоны я знаю куда мы дальше будет мы идем это о чем идет речь речь идет вот об этом без конкретных величин без конкретных это будет конкретно и предметно для других групп но для чего нам это надо очень интересный момент золото золото это это value или это ценность чего-то осязаемого бумажки которые мы имеем в своем кошельке ничем не подкреплены рано или поздно мы уйдем от этих бумажек и мы сейчас переходим к теме иначе это будет очень долго у меня есть только чего я мог бы рассказать это не один час программы и не один день вот но все же у нас есть временные промежутки в течение которых мы должны делать какие-то другие вещи да и вам тяжело будет это я могу говорить целыми днями напролет а вам слушать будет довольно тяжело люди устают я хочу показать вот что и вот это то что привело моего друга в еще большее возбуждение а именно криптовалюта иранский завод будет скоро добывать биткоины биткоины фиат мани биткоин и трэдичзи ав монополайз фиат мани здесь иными словами написано что биткоин и трагедия трагедия фиат мани это деньги которые мы сегодня ну имеем это рубли там доллары там евро и так далее это те деньги которые сейчас имеют хождение в каждой стране вот трагедия монополизированных денег о чем идет речь а это еще раз это отдельная программа но коль сегодня мы об этом уже начали говорить то конечно надо было бы разделить на несколько моментов но уже раз пошло поскольку вот это вот надо иметь подписку на вот это вот сайт и они проверяют то есть я не знаю почему но где-то меня недели две с половиной проверяли и потом открыли эту подписку чтобы я мог это видеть а так просто мы этого не увидим то есть это прямо они присылают на электронную почту допустим да подписчиков и вот эти деньги монополизированы кем банками ну и понятно государство но государство включило печатные станки и сегодня в России точно то же самое происходит то что было в Соединенных Штатах давайте я временно отключу вот это и включу себя и мы поговорим то есть очень серьезные вообще-то говоря вот этот вот экономический обзор в котором вы сегодня присутствуете жаль что я не поставил его на главный канал поскольку непонятно будет люди привыкли к каким-то определенным действиям и определенным программ которые идут а тут как бы деньги а это наша жизнь и мы об этом забываем вот должна была состояться не знаю по какой причине не состоялась пресс-конференция где со мной должна была идти программа вот вчера должна была состояться ну значит позже и речь должна была бы идти о личности человеческой и мои ответы на вопросы ну когда-нибудь сделаем естественно мои в ответ как я это вижу все-таки я прошел довольно серьезный путь и поэтому я могу анализировать очень неплохо то есть наша составляющая материальная составляющая имеется ввиду это наше физическое здоровье это наше отношение между так сказать полами и не только полами социуми и на работе ну и полами разумеется да ну и все же деньги правильно потому что мы же работаем другое дело если бы мы тут на райских планетах там жили отдыхали нифига не работали там действительно нифига люди нифига не работают наслаждаются жизнью живут там сто тысяч лет там земных и так далее захотел там полюбил захотел разлюбил никаких проблем никаких обязательств и все нормально все классно вот все живут как хотят ну полный коммунизм короче говоря никто не работает здорово вот нет у нас по-другому это же сами понимаете происходит и вот если мы говорим о деньгах то все идет к чему-то для чего-то и вот эти деньги которые печатаются и насыщение 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 бумажных ничем не потребленных денег ведущих к дикой совершенно инфляции и это как-то должно закончиться то есть оно идет нарастает 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 потом бах резко обрубается ну как обычно бывает то есть мы лезем карабкаемся карабкаемся в город в гору да дошли нога соскользнула и мы покатились резко вниз если докатились до низа так хорошо но вот таким образом но по дороге люди исчезают на этих тех которые катятся вниз и вот эти вот деньги рано или поздно пропадут и сейчас об этом речь идет о том что эти деньги пропадут и какие-то скажем есть еще другие обстоятельства которые сопутствующие этому а именно потери рабочих мест то есть мы туда сюда уже подключаем что ну вот эту эпидемию которая для меня ну еще раз я по-другому это все вижу будешь простите и это не конспирация никакая нет это просто я как бы знаю цикл ну во всяком случае я читал об этом да не то что я знаю но читал об этом и я в это верю вот и понятно как бы как куда мы придем до того момента как мы туда придем надо по шагам двигаться к этому моменту и быть готовым что что-то произойдет вот поэтому мы сейчас говорим конкретно вот в этой ситуации мы сейчас говорим о деньгах которые будут пропадать исчезать и что в этом случае делать и как всегда когда слух он прошел где-то да то сразу все побежали в этом направлении все побежали и все и началась знаете что началась спекуляция то есть до сих пор были рынки на этих рынках продавала что-то и покупала что-то правильно это рынок то есть какой-то обмен ну товарами да деньгами какая разница рынок это что понятно было и вот есть рынки мы сейчас говорим в тему финансовую какую-то да есть рынки они называются по-английски exchange или exchange это к примеру forex foreign exchange состоящий из двух слов foreign это иностранный почему иностранный потому что он придумал в Америке а в Америке ребята американцы они такие все что внутри это все наше вот а все что за пределами это иностранное вот а мы я имею ввиду те которые проживают в Европе вот русские да в том числе они forex 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 какой он forex ребят для людей которые живут в России и вообще в Европе это не forex это для американцев он forex а для нас он как бы родной можно сказать вот не forex так его назвали но это не имеет значения это валютный рынок значит на этом рынке происходит обмен валют покупается пара какая-то валютная и продается она да и соотношение между этим и люди на этом спекулируют да если только они не включают мозги и делают это свои работы тогда они просто работают там и как на любой работе они зарабатывают деньги чем своими мозгами но не будет держать идиотов простите на работе если он идиот кто его будет держать если он нормальный и приносит какую-то прибыль то его конечно возьмут на работу то есть надо брать на работу не по бумажке а по мозгам вот последняя тенденция последнее время на территории вот Соединенных Штатов там берут по мозгам понимаете я могу привести очень-очень много доказательств так вот на этом валютном рынке происходит обмен и вот появился сейчас появился другой валютный рынок не валютный рынок точнее а появился рынок крипто рынок во первых что такое крипто в одном этом слове заложен уже подтекст для обычного человека крипто значит назови ему криптовалюта он скажет биткоин спроси у него почему он крипто очень немногие объяснят а если будут объяснять они просто будут ну просто на пальцах расшифровывать что такое а крипто это шифровка правильно какая-то почему она должна быть шифровкой вот объясните я вообще подхожу с другого с другого так сказать района вот ко многим вопросам вы наверное знаете я анализирую совсем по-другому чем кто-либо поэтому непонятно поэтому многие ставят дизлайки слава богу это хорошо значит я объясню почему вот меня это не трогает никак мне наоборот это даже очень нравится в последнее время знаете почему но чем меньше людей которые этого не понимают тем легче понимаете они не будут отравлять других своим негативным отношением к этому вопросу они будут потихоньку отваливаться то есть неоднородная масса становится однородной массой это же элементарно поэтому я это рассматриваю как позитивный момент а когда человек будет готов он придет и сам попросит что мне ему доказывать надо к примеру как я этот вопрос вижу короче говоря открылся новый новый рынок огромный рынок открылся этот рынок открылся в рамках мира всего представляете это просто невероятно и каждая компания почему я показал Несдок Несдок это технологические компании то есть почему он так резко попер вверх мы идем в другую эру мы идем в эру благоденствия понимаете то есть наше желание будет исполнить это действительно так но нас туда ведут пока технологии то есть люди почему их не было раньше расскажите вот почему их не было почему они появились сейчас это имеет отражение в этом индексе технологических компаний почему потому что покупает акции компании ну речь идет опять же о биржевом каких-то вот моментах почему покупают потому что компании имеют какие-то технологии благодаря которым пойдет очень серьезное развитие нашего общества и нас разумеется и поэтому растут именно вот эти компании так вот имеется в виду что компания которая проводит какую-то технологию она выпускает сегодня свою монетку свой токен выпускает какую-то монетку условную и как-то ее называют вот поскольку это сегодня очень и очень модно сегодня огромное количество людей особенно молодых людей они туда пошли потому что компании можно получить это спекуляция называется разумеется прямым текстом и я я лично против этого но тенденция такая люди хотят получать как всегда и они хотят получать на халяву то есть попали попали но очень легко анализировать постфактум а вот какие мы были дураки почему бы мы не купили этот несчастный биткоин который стоил когда-то 5 долларов 10 долларов 100 долларов в конце концов 1000 долларов 1000 потом стоить 20 тысяч представляете вот я сам за ним наблюдал когда он был 200 когда ко мне пришли попросили но я был против этого я не знаю почему я был против этого я не знаю хотя если бы я тогда включился в этот момент так сегодня наверное был бы уже там миллионером наверное вот поскольку тогда я не занимался вот то чем я занимаюсь сейчас а там была обычная жизнь как у многих из нас ну работал как-то мозгами больше конечно счастье они вот хотя и программистом и так далее был многими другими вещами но но я был против я не знаю почему я могу объяснить это сегодня это мое личное ощущение потому что за этим ничего не стоит на самом деле то есть 7000 примерно на этот момент различных вот этих микровалют из них самый большой конечно биткоин и конечно за этим есть будущее почему потому что если мы перейдем на другую валюту цифровую имеется ввиду валюту то тогда будет иметь значение биткоин то есть о чем идет речь если доллар индекс доллара как я уже говорил это не бумажка а индекс доллара это корзина состоящая из 6 международных валют тогда к примеру цифровой доллар будет состоять тоже из каких-то цифровых валют правильно одним из которых будет биткоин если мы перейдем туда и других вариантов у нас не будет это будет означать тогда что биткоин полетит вверх полетит в цене вверх и это будет означать что ну те люди которые как бы в этом разбираются и могут они могут принимать участие конечно с моей точки зрения этому надо учиться вот но сегодня никто не хочет учиться потому что это тяжело а вот получать где-то вот временно вот эти вещи поэтому ко мне довольно часто обращаются спрашивают вот я обозначиваю сколько допустим лично мое обучение и стоит поскольку я сам учился и было бы нелогично и я платил точно так же как и все гораздо больше но я предлагаю свою какую-то определенную сумму вот которая значительно кстати меньше вот по нашим расценкам но эта сумма тоже бывает большая для очень многих людей поэтому есть другие варианты обучения есть вариант вообще не обучения пожалуйста вы входите в группу платите за сервис причем не мне есть администраторы и так далее администратор которая это все руководит мое дело показывает давать сигналы что в общем-то я и делаю и отношение к этим вопросам сколько там платится и сколько там людей я не имею даже иметь не хочу вот это просто отдельная какая-то такая епархия то чем я занимаюсь вы прекрасно знаете это центр сенгейс это развитие человека но деньги в этом процессе присутствуют так это вполне нормально давайте мы вернемся и я покажу еще раз так смотрите я уже показывал в одной из программ Украина Россия Венесуэла are leading the world in crypto adoption chain она chain или china china analysis причем тут за какой-то уже аббревиация то есть так это назвали с одной стороны это chain с другой стороны это china хотя не так пишется тут нет буквы но в этом что-то есть короче говоря то есть лидирующими странами в мире ребята украина россия венесуэла причем тут венесуэла ну хорошо бывшая супердержава советский союз допустим украина россия две великие страны две там скажем они лидируют как бы я могу допустить этот момент тут еще кстати белоруси не хватает с моей точки зрения но они там сами знают что они там делают во главе с лидером с батькой вот а вот смотрите биткоин но интернет но программ но проблем венесуэла gets bitcoin satellite note то есть через сателлиты то есть не те энергии то есть они собираются брать через спутниковую видите спутник и вообще так говоря у меня есть о том что уже бесплатный интернет по всему миру high speed интернет access across the globe то есть высокоскоростной интернет доступ по всему миру то есть тот интернет в котором мы сегодня находимся он предполагает быть исчезнувшим предполагает быть вот и еще раз это пришло вчера вечером поздно три иранских power plant будет добывать вот эти монеты в Белоруссии где-то в районе Игналина да это Литва на севере да там уже ну во-первых там есть Игнолинская это атомная электростанция это мы знаем как бы да это даже я помню вот но там строится завод и никуда не уйдет президент до того момента пока это не будет пока он так сказать себя наверное не обеспечит наверное это планы и так далее поэтому там митингу и не митингуют по-моему ничего с этого ну во всяком случае пока ничего не будет есть цикл тоже когда это все закончится но пока нет но дело не в этом дело не в этом то есть все посмотрите все касательно вот этих вот денег все касательно этих денег крипто денег об этом мы будем говорить конечно в других программах вот тут FBI Tesla и так далее ну сейчас не буду это все переводить читать но во всяком случае это тенденция и это так сказать достаточно серьезная тенденция давайте временно я это уберу и так я уже показывал давайте мы посмотрим вот что давайте мы посмотрим вот что давайте мы здесь посмотрим недельный график да недельный график я уже показывал то есть золото против доллара и сейчас мы посмотрим самую главную криптовалюту внизу август 2020 года график вот это график вниз вверх вниз вверх и пробитие биткоин вниз вверх вниз вверх и пробития нету пока 9827 нижняя точка сентябрь 8 число вот здесь написано 1 сентября вот здесь написано 1 сентября вот здесь написано 1 сентября падение индексов это крупнейший мировой индекс это на чем стоит соединенные штаты экономика соединенных штатов это S&P 500 вот здесь написано но это фьючерс 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября как вы считаете много совпадений то есть казалось бы вещи совершенно несравнимые с одной стороны это индекс да это фондовая биржа с другой стороны форекс это валютная биржа с третьей стороны это золото и с четвертой стороны это валюта которая сегодня ну как бы самая жареная что ли я не спрашиваю и не объясняю а просто даю информацию что происходит происходят какие-то серьезные вещи сейчас я еще покажу одну вещь а и и 8 сентября подъем цены нефти. То есть, точнее, не подъем, а падение нефти. Это доллар вверх пошел 8 сентября. Ну, российский рубль, да? Напоследок. Вот здесь. 76,50. Это я давал прогноз вот здесь. О том, что мы идем в 76,50. Следующий был 77,20. 77,40. Один доллар стоит 77 рублей 40 копеек. Я говорил 77,20. 20,25. То есть на 20 копеек. После чего мы пошли вниз чуть-чуть. До 76,55. Почему 50? А потому что вот была здесь точка. И пошли вверх на 78,50. И теперь мне интересно про этих говорящих голов, которые на чем-то или что-то прогнозируют. Как правило, они понятия... Ну, может, и имеют понятия, но в самом случае они совсем другие вещи говорят. 79,70. 79,60. Следующая точка. Далее. Как только мы будем 80,50. Один доллар будет стоить 80,50 рублей. Мы можем предположить, что рано или поздно мы придем вот сюда. Один доллар будет стоить 87 рублей. Ровно. Самая большая была один доллар стоимость 82,80. Вопрос риторический. А что тогда делать? А сколько раз я говорил о том, что идите в обменники и меняйте, скидывайте. Они вам нужны деревянные? Нет. Сидеть в долларе? Да. Надолго? Ну, мы этого не знаем. Поэтому есть другая категория, которая входит и выходит, входит и выходит. Ну, вот здесь же точки показаны все. Совершенно ясно, где надо покупать. Для меня ясно. Где надо покупать, где надо продавать. Вот. Элементарно. Есть же рынок. Значит, ну, мы же не знаем, что он есть, к примеру, да, рынок. В этом случае мы, не зная, где есть рынок, не можем пользоваться этому. Мы только знаем то, что мы знаем. Поэтому где-то в другом месте находится рынок, об этом нигде не пишут. В газетах не пишут, вообще нигде не пишут. Это означает, что мы же не знаем. А там, оказывается, происходит удивительная вещь. Там, оказывается, можно дешевле что-то купить. Там, оказывается, дорожную можно что-то продать. Так в чем проблема-то? Если они существуют, так пользуетесь? Казалось бы, да? Логично. Вот. Ну, желающие, конечно. Ну, вот примерно так. Так, друзья, вопросов-то нету, правильно? Или есть? Раньше в России многие магазины, каталоги использовали как единицу стоимость названия условной единицы, да? Ее стоимость менялась относительно курса рубля. Ну, это не то, что я рассказываю. А условные единицы, я не знаю, у нас же, я имею в виду, в Советском Союзе, в России всегда как-то все было завуалировано, все было закрыто, что-то нельзя было называть. Бизнес называли спекуляции и так далее. Там тихо, чуть-чуть, все там, нельзя было ничего говорить, все было запрещено, там, не дай бог, определенные службы, состоящие из трех богов, и сегодня они, кстати, ничего не поменялось, только буквы изменились. Раньше называлось там по одному, теперь называется по-другому. Короче говоря, смысл остается то же самое. То есть контроль. Давайте мы на этом, наверное, остановимся, друзья. Сколько я в эфире? Да уже час пятнадцать, в общем-то, я не предполагал, я не думал, что так затянется. Ребят, мы находимся в очень сложном времени, в очень тяжелой обстановке, условно тяжелой обстановке. Никто не хочет, к примеру, умирать, но это называется светлый переход. Я не знаю, почему он светлый, но так его называют, светлый. Поэтому то, что происходит сейчас, он довольно тяжелый. Что будет главенствующим? Если кто помнит, мы ввели с Ольгой Викторовной программу и будем продолжать ввести программу. И эта программа, в этой программе она говорила, я с ней согласен был о том, что валютой, будем условно называть валютой, ценность будет не деньги, а наступит момент, когда нам есть нечего будет, к сожалению, условно нечего. Поэтому цены будут дорожать, и мы ничего не сделаем. То есть, а почему? А почему будет дорожать? Никто не скажет, наверное. Ну, намекну. Один из вариантов, еще раз, возможных вариантов, объяснение точнее этому. У нас есть много денег бумажных? Много. Станки на полную катушку работают? Работают. Надо изъять это изобращение. Просто сказать, отменить деньги мы не можем, иначе на нас, на них, на правительство, накинуться все и сидят напрочь. Но можно у них, у нас, это все, так сказать, совершенно в определенном порядке вытянуть. Как? Увеличить стоимость на товары и на продукты. Батон молочный стоил 13 копеек. Понимаете? Нарезной. А другой батон стоил 15 копеек. Да? Я помню. Простите, не простите, а водка стоила... Коленвал стоил 3,62. Водка русская стоила 4,12. Была 4,42. Потом появилось 5,10. У меня просто память хорошая на цифры. Это не значит, что я там, так сказать, употреблял. Тоже, конечно, было. Но я просто помню. Пшеничная была. Ну и далее другие дрожжи. Далее я не помню. Простите, я уже, так сказать, был в другом месте. Я не знаю, сколько стоит, вообще-то говоря. Я помню, что ходили эти бутылки были. Молочные пакеты были. Я не помню, сколько. 15 копеек или 30 копеек они стоили. Не важно. Короче говоря, вы заходите в магазин и делаете перепись товаров, продуктов, которые стоят. И ведите учет, сколько они будут стоить. Через какое-то время. Как только вы увидите тенденцию один-два раза, имейте в виду, что это будет намного больше. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что из нас вытащат все эти деньги через вот эти вещи. Наряду с нашими бумажными деньгами будет момент, когда будут переходные моменты к этим валютам. Поэтому очень многие люди сегодня запасаются этими валютами и запасаются, то, что называется, другими ценностями, типа золота или серебро. Это отдельная тема, отдельных моментов. Но тенденция к этому есть. Она будет. Она будет. Это не значит, что вы должны бросить и покупать физическое золото. Вы вряд ли его купите, потому что унция этого физического золота. Унция это 28 грамм. Я вчера просчитывал. 28 грамм. Стоит 2000 долларов. 28 грамм физического золота на сегодняшний день на рынке. Стоит примерно, ну чуть меньше сегодня. Она стоила 2000, сейчас стоит 1800, сколько там, 90, 80. Будет стоить 1800. И когда наступит момент повышения цен, и когда эти цены резко пойдут вверх, закупочные наши, то, что мы должны тратить деньги, чтобы покупать, более того, продуктов-то они ведь не будет. Почему? Ну что значит не будет? Резко сократятся. Перебои будут с продуктами. Значит, во-первых, будет перебой, то есть транспорт. Друзья, там целая чейн, целые цепочки. Цепочки, понимаете? Звенья, 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 которые будут образовываться в цепочку. Я серьезно говорю не потому, что это я говорю, допустим, но это очень серьезные вещи. Я просто еще раз повторяю, я хорошо это могу анализировать и доставлять. Вот это то, чем я занимаюсь. Я не собираюсь обучать на том этапе, потому что я спасение утопающих тела рук. То есть пока нету запроса, так я не собираюсь это делать. Есть запросы, мы беседуем, мы общаемся, но человек должен хотеть, а не надо ему навязывать, не надо ему догонять и, так сказать, и причинять ему добро. А у нас бытует такая методика. Догнать человека и причинить ему добро. Понимаете? Он смотрит на тебя и думает, и говорит, слушай, да не хочу я от тебя ничего, и добра даже не хочу я от тебя ничего. Оставь меня в покое, дай мне жить. Нет, мы говорим. Нет, мы точно знаем тебе, это надо. Откуда вы знаете? Я чувствую. Я помедитировала. Я знаю, это надо всем. Читайте мои книги, я их отдаю вам. По сути дела, с небес спустилась аватар. А люди не готовы. Ну, простите, я утрирую, конечно, но тем не менее, вот сегодня так происходит. Друзья, я вынужден попрощаться, поскольку, кроме кретины, я не вижу вообще ни одного замечания, вопроса. Все, конечно, очень, наверное, интересно. Все заслушались. Кто-то говорит, вчера про сон рассказывал, да. Майкл, я уснула под ваш голос. Как младенец. И проснулась такая счастливая. И я так рад, понимаете. Сказку ей рассказывает. И люди засыпают. В них и все графы Монте-Кристо. Пещера, полное сокровище. В Кали-Югу, вообще-то говоря, не рекомендуется носить золотые украшения. Нет, мы накапливаем их. Они стоят две тысячи. Нет, мы их накапливаем. Что такое Кали-Юга? Это стальной век. Это энергия, разбивающая нас. Я нашел, мне друг мой говорит, ты вызывающий себя ведешь. Я говорю, почему? Чего ты обвешивался этими кольцами? Я говорю, так у меня-то... А у него одно колечко. Я говорю, и что у тебя за кольцо? Блю сафайр, он мне говорит. Синий сафир. Я говорю, а зачем он тебе? Я его купил. Это мне сказали. Мне сказали. Обалдеть можно. Я говорю, ты знаешь, что ты себе дестрой? Ты себя разбиваешь. Он говорит, как? Я говорю, очень просто. Во-первых, ты не на том пальце его носишь. Второе, оно вообще тебе не подходит. А что мне подходит? Ну, я ему показываю, что ему подходит. Совсем не те камни ему подходят. Тем более, я уже не блю сафайр. Я говорю, у меня-то хоть каждый палец на том месте, где он должен быть. На том пальце, где он должен быть. Не в пупке, не в носу или где-то там еще. Как это бывает. Туда там что-то вставляют себе. Он должен быть на своем месте, короче говоря. Не понимает. Люди не понимают. Ну, хорошо. Ну, значит, нормально. Все нормально. Но неготовность, неготовность. Это не означает, что это плохо. Это означает, что человек не готов. Значит, он, так сказать, хозяин своей судьбы. Друзья, я вам желаю стать хозяевами своей судьбы. Давайте на этом и заканчиваем. Я услышал много для себя информации. Дарья, Майкл. А сколько по времени такой период будет? Какой? Я уже забыл. Про какой период вы... Сколько по времени такой период... Какой период? Я про много периодов рассказывал. Самый простой вариант. Надо быть здесь и сейчас. Слышали поговорку? Будьте здесь и сейчас. Я перей... И... Ну, напишите, если еще там в течение минутки вы напишите, я отвечу. Период чего? Еще раз. Период переходный к этому моменту. Ну, предположительно, если это вопрос в этот, то кто-то говорит 8 лет. Но, скорее, нет. 8 лет слишком много со всех сторон идут информации. Я не думаю, что это продлится 8 лет. Предположительно, вот у меня есть, ну, как бы специалист, с которым я общаюсь. Он говорит о том, что чуть ли не год. Ну, наверное, судя по тем циклам, которые я... Вот я ожидаю сегодня-завтра получить, наверное, очередную леттер, подписку, которая очень дорогая, но она очень интересная. Она дает... Я, бывает, ее ставлю, рассказываю об этом. Вот. Но там очень интересные циклы рассказывается, действительно. Насчет сафиров. Ну, сафиров, да, понятно. Это другая. Период, когда еды не хватать будут. Да уже скоро. Тенденция... Мы пока этого не видим. Тенденции я показывал, графики. График... Сойбинс, допустим, соевые бобы. Это коммадитис называется, биржевым языком, если это называть. Это... Уит, это пшеница. Это то, о чем говорила Ольга Викторовна. И кукуруза. Масло есть. Сейчас я посмотрю. У меня здесь есть индекс Сиби. Смотрите, друзья. Масло. Давайте я покажу. Скоро уже программа начинается. Двести восемьдесят восемь стоимость. Баттер. Масло. Далее. Сто пятьдесят четыре. В два раза меньше. Ну, потеряла. Отскочила вверх. Двести восемьдесят. Опять вниз. Опять вверх. Опять вниз. Опять вверх. И резкое падение вниз. Потом вверх. Сейчас здесь. И это двести восемьдесят восемьдесят восемьдесят. Или триста десять. Да, допустим. Триста десять. Сейчас. Сто пятьдесят восемьдесят. Это очень дешево. Это очень дешево. я полагаю так что ну масло откуда берется молока верно что тянется вся цепочка значит что дает кто дает молоко коровы верно если только где-то не искусственное то есть это связано с тем что коров убивают потому что мясо то есть корова естественно будет меньше воду и молока соответственно меньше будет молока производить соответственно и масло будет в цене да то есть мы можем предположить что как только мы увидим масло которое будет стоить больше 195 она будет идти вверх стоимость его и это означает да вот даже сейчас я могу сказать что масло будет стоить 200 долларов сейчас на стоит 158 значит один контракт покупается вот эта точка была точкой входа безусловно но к сожалению я вот но это не намного собственно говоря вниз был 148 сейчас 158 то есть здесь надо покупать она будет в районе 200 вот здесь она будет значит это масло у нас вот у нас пшеница вот у нас пшеница пшеница стоило 131353 это было в марте 2008 года резкое падение вниз вверх опять вниз и вот сегодня стабилизация в этом месте как только мы увидим стоимость пшеницы 590 600 602 мы предполагаем я предполагаю о том что стоимость пшеницы еще раз приблизительно еще раз это базовые вещи вот то есть скажем те люди которые в этом разбираются если бы они следили за этими вещами то им было бы понятно да о том что первая линия находится здесь видите пицца я только что сал 600 нужно быть выше 600 596 598 один тычок вверх в августе восемнадцатого года вниз сюда к это в эту зону второе тычок вверх в июне двадцатого года вниз вверх и как только мы перейдем сюда а мы перейдем сюда судя потому что происходит следующий пункт остановка 660 значит здесь 540 здесь 660 здесь лежит 540 и 660 здесь лежит 12 тысяч долларов 12 тысяч долларов ну как только мы увидим вот эти изменения а смотрите тенденция какова тенденция что-то я сказал что я заканчиваю как всегда тенденция такая что звенья вот этих вот звенья вот этой цепочки да они говорят о том что что-то происходит и пандемия это несчастная которая не пандемия общение не весь что сейчас не буду на этом останавливаться это климатические изменения погодные которая будет приводить тому что будет это все сверху программа спущена она ведет к определенным к определенным целям никто не будет не сможет это отрегулировать пока но не отрегулируется на самом на самом высшем уровне и мы не войдем в цикл который мы должны войти то есть переходный цикл с одной эпохи в другой эпоху ознаменуется всегда так было каким-то уничтожением чего-то старого то есть мы наш там старый этот разрушим до основания затем наш новый мир построен то был никем то станет тем в этом что-то есть а вот то есть разрушение вот об этом идет речь и люди поэтому мы и говорим надо быть позитивными людьми для того чтобы остаться и этот вопрос увидеть иначе мы не останемся более того мы не останемся но мы не пройдем свой урок то есть мы в следующий раз опять инкарнируемся опять где-то как-то родимся и опять будем проходить урок который мы не прошли поэтому очень важно учиться сегодня для того чтобы потом не создавать проблем ни себе ни своим и будущим родителям ну и так далее то есть цель цен тянется вся цепочка и это как бы непонятно связи нету для очень многих потому что глубина не прослеживается еще раз всем надо конкретно и предметно вот как бы наглядно вот покажите как а вот разговоры вот которые сейчас вот о чем я говорю но для многих непонятно будет но значит надо тогда до расти когда это вот не начнет майкл такой веселье умный нет просто я как я говорю то что я получаю простите да вот я излагаю это ну слава богу этим надо пользоваться надо это пользуется анализировать непонятно непонятно надо задать вопросы и все но главное не надо ничего не надо опровергать не надо судить мы этого не знаем не судите да не судим и будет это же известная поговорка но вот таким образом правильно логично во всем случае крипты сейчас ничем не обеспечена согласны но у нас тут все есть специалисты только для спекуляции нужна юрий нет не согласен во первых обеспечена просто вы этого не знаете вы живете на той территории где я когда-то жил и там как всегда был занавес да и сегодня он занавес судя по всему даже если вы живете на этой территории это не имеет никакого значения этого не говорят спекуляция есть ее очень много безусловно то что она обеспечена она обеспечена она обеспечена не в том плане как мы это воспринимаем то есть они не по себе не обеспечен но повторяю еще раз повторяю если мы переходим на digital money и крипто это неправильное слово еще раз цифровые деньги если мы переходим виртуальные деньги если уже до конца доходить опять тогда это будет еще полчаса а у меня уже времени практически нет то смысл всего этого перехода на получение контроля над нами и это никакая не чипизация не вакцинация это глупости полная потому что это как это тоже моменты какие-то звенья быстрее получить так далее ведь когда мы будем получать цифровые деньги себе на кошелек какой кошелек он же виртуальный как но мы сегодня пришли в банк надели на себя маску фантомаса пришли и нас встречает этот тэллор этот работник банка говорит те кто но человек говорит я фантомас пример да ну майкл допустим он говорит хорошо майкл ушел и ушел а как а если банка не будет а если нам поступит значит нам надо знать о нас все вы попробуйте зарегистрироваться на базу данных базу на на что купить криптовалюту попробуйте я вчера регистрировал моего друга значит drivers license надо электронная почта надо имя полное надо social security или этот номер социального страхования это самый главный номер который соединенных штатах используется паспорт это детский сад а вот номер social security номер социального страхования там вся ваша подноготная все абсолютно все экономические любые это только вот судя по всему у нас на нашей территории то есть все то есть но они имеют это где-то где-то как-то а сегодня будет другие технологии то есть если кто смотрел фильм да вот у нас есть деньги берешь на руке раз проводил провел по руке высвечивается у вас на руке там чип какой-то да и высвечивается у тебя столько-то денег да не банка нет это на вашем счету вашем личном счете такое количество денег и вы ими расплачиваете то есть совершенно все идет автоматом вам не надо писать письма не надо куда-то ходить не какие-то чеки не отправлять карточек никаких нету короче говоря глаз вынул подставил под это самое под сканер и сразу все да вот очень легко будет поэтому обеспеченная платформа перевода есть сегодня уже все функционирует еще раз повторяю мы не знаем а спекуляция как всегда на этом спекулируют пока это не устаканено пока не взято под контроль пока не взято под контроль будет спекуляция и огромное количество я сказал огромное количество людей могут прийти и купить сегодня любую валюту только они спекуляцией называется занимаются а я техническим анализом занимаюсь поэтому я беру этот как называется биткоин да я уберу или какой-то там эфиром вот это анализируя говорю это будет там это будет там это спекуляция это мой анализ это не спекуляция боже упаси это шахматная комбинация которая приходит при правильном раскладе при правильном расчете доводится до победы это очень серьезная вещь кто хочет пожалуйста занимать спекуляции идите в казино играйте на этот самый там дергайте эту самую ручку пока там джек-пот не выпадет поэтому это все очень сложно вот в этом надо разбираться короче говоря друзья я благодарю всех и прошу прощения за длительное пребывание в эфире сколько это времени сейчас 40 уже пока политься будем сейчас и и и и и